В настоящее время в нашей стране признаны экстремистскими 83 организации. В списках террористических состоят 33 организации и почти 11 тысяч человек причастны к экстремистской деятельности и терроризму, то есть к тяжким преступлениям. И фактически, если эти люди заявятся на выборы в качестве кандидатов, то тем самым они дискредитируют принципы правового демократического государства, а также законные интересы большей части избирателей. Мы предлагаем вам, уважаемые коллеги, усовершенствовать избирательное законодательство. Наши новеллы дополняют в законе о выборах депутатов Государственной Думы перечень лиц, на кого распространяются ограничения пассивного избирательного права. Считаем, что необходимо установить временной запрет на участие быть избранным для учредителей, руководителей экстремистских и террористических организаций, рядовых сотрудников, а также для тех, кто оказывал им всяческое содействие в противоправной деятельности. Вопреки статье 54, впервые в российском законодательстве предложено закрепить на уровне закона нарушение общепризнанного принципа права. Закон, устанавливающий ответственность, не может иметь обратной силы. Юристы говорят, что законопроект должен быть признан неконституционным, если Конституционный суд хоть минимально проявит волю к жизни. Юрий Петрович, назовите мне хоть один случай, когда Конституционный суд проявил волю к жизни, как вы сказали, и встал на защиту прав граждан. Я такого не помню. Коллеги, я про Конституцию уже не говорю. Вот ваша 55-я статья, вы все это делаете для себя. Но вы вдумайтесь, вот просто вдумайтесь. Жулик и вор имеет право стать депутатом Государственной Думы. А человек, который опубликовал об этом жулике и воре информацию, где написал, что он там украл, там украл, там украл, и суд посчитал, что эта публикация носит экстремистский характер, уже не имеет права это делать. Вы вообще какое государство строите, а? Вот вы уже давно это сделали, давным-давно это сделали. Я уже говорю, я устал ругаться на эту тему, потому что, ну, очевидно, да? Вот бандит какой угодно имеет право баллотироваться. Человек, который сказал, что он такой, нет, уже все. Теперь вы это делаете для тех, кто состоял когда-то в организации, которую признали экстремистской. Товарищи, когда у вас суды полностью под контролем, все, от конституционного до мирового, вам любую организацию, хоть, блин, там клуб любителей кошек признают экстремистской, если вам это понадобится. И это не шутки, это абсолютно не шутки. Я спрашиваю у авторов, что вы решили-то, что он через три года исправится? Ну вот он сегодня в этой организации, вы ее запретили. Он три года ходит вынашивать свои черные мысли, потом так натерпелся, потом пришел сюда, в Госдуму, и начинает тут рассказывать. Вы этого боитесь? Не бойтесь, коллеги. После вашего недавнего голосования на пеньках по изменению Конституции, я уже не знаю, кто из вас, что имеет право обещать избирателям. Вы не имеете права ничего обещать, не повысить пенсию, ничего. Потому что если раньше Госдума по той Конституции имела право принять закон, преодолеть вето президента, то теперь по новой Конституции любой законопроект будет отправлен в Конституционный суд, и этот назначенный и послушный Конституционный суд признает его неконституционным, и даже обсуждать его не будет. Поэтому вот сюда, в Госдуму, следующую пойдут люди, либо глупые, которые не знают, как работает Госдума, и принимается решение, либо люди, которые будут обманывать избирателей, зная, что ничего сделать не могут. Я не буду рассказывать про ситуацию, я вот слышал, как разговаривали люди, для чего этот закон. Два депутата между собой разговаривали, когда мы тесты сдавали. Сказали, что ничего, мы его экстремистам объявим. Я вам другое скажу. В свое время Ельцин запрещал КПСС, а вы тут почти все в свое время состояли КПСС. Но вас, вы думаете, не коснется? Исаев-то кто-то вообще был, анархистов возглавлял. Ну вы же, блин, для себя чего угодно, а для остальных закон. Это закончится тем, что когда-нибудь, к сожалению, мы увидим, что в мусорных баках будут людей вот так топить, как на Украине. А все потому, что вы думаете, что вот так вы сделаете лучше для себя. Всякое действие имеет противодействие. И если революционеры в 17-м году или до 17-го года взрывали там и убивали, и топили, блин, буржуев, то это потому, что эта ненависть выплескивалась. Вы сейчас эту ненависть опять загоняете, а она потом выплеснется. Не дай бог, чтобы кто-то из вас по ней попал. Я вам этого не желаю. Уважаемый Александр Ильич, уважаемые коллеги, наша фракция не будет поддерживать этот законопроект по следующим причинам. Первое. Ограничение конституционного права гражданина наступает в момент, когда, ну, условно, тут написано, если он причастен к деятельности общественной, религиозной и так далее по тексту. Что значит причастен? Что он делал? Хорошо, он стены красил там в этой организации. Он причастен? Причастен. Он, не знаю, водителем работал. Причастен? Причастен. Что еще там? Не знаю. Да что угодно он делал там. Понимаете? Причем, не требуется судебного установления конкретно вот этого человека, его участия. Как Деда Григорьевна правильно сказала, даже Нюрненский процесс, он проходил, когда судили нацистских преступников, каждого в отдельности. Понимаете? А здесь мы берем и, не устанавливая вообще вклада конкретного человека в деятельность той или иной организации, какой бы она ни была, подчеркиваю. Мы его лишаем конституционных прав граждан. Причем каких конституционных? Статья 54, пункт 1 и пункт 2. Конституции, зачитываю. Пункт 1. Закон, устанавливающий оттягчающий ответственность обратной силы, не имеет. Прямо относится к этому. Потому что, извините, если он раньше занимался какой-то деятельностью, а в тот момент организация, которая работала, не являлась, скажем так, это не было правонарушением, то не может вводиться ответственность. И второе. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Это второй пункт статьи 54. Дальше. Нам говорят. Но есть же статья 55, пункт 3. Да, но там есть, где права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо и так далее. Но есть статья 56, где написано, не подлежат ограничению права и свободы, там перечислены статьи. Дальше. Статья 49 Конституции Российской Федерации. Пункт 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана, предусмотрена федеральным законом, порядке, установлена, вступившим в законную силу приговором суда. Я первым своим словам обращаю внимание. То есть кто будет устанавливать причастность, если судебного решения даже не предусматривается? А как же тогда защита конституционных прав гражданинов в суде? Каждый имеет право на судебную защиту своих прав. Ну, коллеги, тут столько норм Конституции нарушается, что, ну, я даже не знаю, что тут еще нужно добавлять. Ну, поправки внесете? Мне говорят, внесем поправки. Как это вы внесете поправки в закон, который в полном объеме нарушает несколько статей Конституции? Не могу понять, как за это можно проголосовать. Спасибо. Спасибо. Ну, уважаемые коллеги, спасибо за обсуждение бурное. Но, если честно, немножко становится печально, когда мы в стенах Госдумы ставим под сомнение работы государственных органов власти, начиная от конституционного суда, заканчивая территориальными избирательными комиссиями. Это первое. Хотелось бы обратить на это внимание. Второй момент. Понятно, что у каждого есть своя точка зрения, свое мнение. Вот мы считаем и уверены в этом, что этот законопроект не нарушает ни права, ни Конституции. У вас своя точка зрения. Ну, я считаю, что если вы так думаете, ну, каждый имеет право, ну, идите в суд. Идите в Конституционный суд. И посмотрим, какое будет решение. Но я хотел бы обратить ваше внимание еще на один аспект. Я думаю, здесь все, кто в этом зале сидит, заинтересованы, чтобы в этом зале не было тех лиц, которые открыто, либо закрыто, но поддерживают или участвовали в экстремистских и террористических организациях, которые признаны судом. Я приведу маленький пример. Вот, на мой взгляд, этот закон до конца не решает той проблемы, но это первый шаг. А маленький пример вам скажу, уважаемые коллеги. Есть одна политическая, общественно-политическая партия. Не буду называть ее. Но она в своих декларациях открыто говорит, что Крым не является территорией России. И эта партия имеет право участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. Как вы считаете? Это угроза? Мы считаем, что это угроза. И мы считаем, что подобных кандидатов и подобных партий здесь быть не должно. Но это мое субъективное мнение, может быть. Так что спасибо за обсуждение. Большая просьба поддержать данный законопроект. А те предложения, которые поступали, по поводу раскрыть тот термин, добавить еще что-то. Мы открыты к диалогу. Ко второму чтению вносите поправки, будем обсуждать. Спасибо. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!